Добрый день, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас на 126-м вебинаре цикла RxUstability на тему цифровые решения для ESG-трансформации. Сегодня мы обсудим и постараемся узнать, как эффективно интегрировать и актуализировать цифровизацию ESG-деятельности, а также какие комплексные цифровые решения существуют, позволяющие повысить эффективность деятельности в области устойчивого развития. Нашими спикерами сегодня будут Ольга Никитина, начальник отдела управления производственной безопасностью и устойчивым развитии компании IBS, и Надежда Клёнина, ведущая исследователь Центра устойчивого развития «Сколково». Но вначале, по традиции, несколько слов о RxU и данной площадке. В августовском обновлении ESG-рэнкинга агентство RxU актуализировало оценку уже 28 компаний. Произошли изменения в группе A, в ней уже 17 участников, но возникли перемещения в верхних строчках. Теперь список возглавляет PAUS-бербанк. В списке по-прежнему 160 компаний, и они разделены на три диапазона. А, B и C. Переоценка компаний идет на регулярной деятельности. На этом слайде у нас графически представлено распределение участников и разделение участников по ESG Universe, и также на разделы ESEG. Также идет публикация индекса Мосбирджа Rx ESG сбалансированный, который был запущен 1 марта. Он состоит из 15 акций-эмитента с наибольшим значением ESG-рэнкинга от агентства Rx. Индекс имеет тенденцию к роста, и с начала месяца индекс MESG показал рост на целых 1,24. Также хотелось бы напомнить о 25-м конкурсе годовых отчетов, в котором могут участвовать все компании России, отчеты оценив за содержательное и с точки зрения дизайна. Анкеты принимаются до 31 октября, и результаты будут объявлены на конференции 22 ноября 2023 года. Также на конференции будет презентация аналитического исследования Rx «Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности». Ну а сейчас хотела бы передать слово нашим экспертам Надежде и Ольге. Мы очень рады, что вы к нам присоединились. Надежда, пожалуйста, просим. Спасибо большое. Сейчас я задемонстрирую экран. Надеюсь, все отлично видно. Да, прекрасно, спасибо. Да, добрый день, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре, которое посвящено цифровым решениям дизайна трансформации. Меня зовут Надежда Калинина. Я представляю Центр устойчивого развития Скокова, как уже было сказано. И сегодня я постараюсь дать общее представление о глобальных трендах в области ESG и диджитал развития, рассказать о том, для чего компании реализуют так называемую твин-трансформацию и как с этим обстоят дела в России. Немного о центре и нашей работе. Мы занимаемся консалтинговой, исследовательской и образовательной деятельностью практически по всем направлениям ESG. И с темой цифровизации так или иначе сталкиваемся. Поэтому сегодняшний вебинар, можно сказать, очень кстати. Начать я бы хотела с глобального взгляда. Оба тренда цифровизации ESG нарастающие, друг друга дополняют. Что в целом очень логично, поскольку цифровые технологии, по большей части, в ESG это инструмент для измерения и достижения показателей. А само управление ESG это больше стратегические аспекты работы. Так что же в мире происходит? Я поделюсь двумя исследованиями, которые, как мне кажется, очень хорошо отражают эту повестку. Первое – это исследования компании BCG. Они представили очень любопытные результаты в рамках своего глобального опроса о цифровой трансформации компаний. По результатам этого опроса было выявлено, что около 60% компаний глобально, они рассматривали около 850, если мне не изменяет память, учитывают ESG цели и приоритеты в рамках цифровой трансформации. Если смотреть более детально, это правый верхний график, то 24% из них считают ESG одним из ключевых направлений и еще 38% выделяют его как отдельный критерий при приоритизации использования цифровых решений. Компания также представила данные разбивки по отраслям. Мы видим его в правом нижнем углу, этот график. И мы видим как раз-таки по результатам этого исследования, что более 70% компаний, для которых ESG является приоритетом в цифровой трансформации, приходится на такие углеродоемкие отрасли, как промышленность, энергетика и автомобильные отрасли, и в меньшей степени, например, на медиа и телекоммуникации. Еще одно глобальное исследование тоже дает похожие результаты, но уже немножечко под другим взглядом. Они рассматривают с точки зрения внедряемых цифровых технологий, но тем не менее мы видим, что 76% компаний в среднем учитывают ESG при принятии инвестиционных решений в области передовых технологий. При этом к топ-3 таких технологий можно отнести 5G, искусственный интеллект, роботизацию и автоматизацию. Хотя остальные технологии в целом тоже не сильно от них отстают. Для чего же компании глобально используют цифровые технологии в области ESG? Какие есть ключевые направления? Если обобщать, то цифровые технологии используются по всем трем аспектам, но меняется только фокус. В области охраны окружающей среды, экологический аспект, акцент в основном делается на сокращение и оптимизацию использования ресурсов, благодаря которым достигаются эффекты, например, по сокращению загрязнений, выбросов парниковых газов и так далее. Также при оптимизации, например, логистических маршрутов можно добиться результатов для сокращения как раз-таки выбросов и загрязнений и парниковых газов и достичь очень хороших показателей по сохранению ресурсов. С точки зрения социального аспекта, цифровые технологии позволяют бизнесу лучше понимать запросы ключевых заинтересованных сторон, например, сотрудников, местных жителей и потребителей. Например, благодаря обеспечению сотрудников технологиями, которые позволяют им работать удаленно, можно повысить их лояльность и удовлетворенность. Или же, используя технологии граничных вычислений интернета вещей, можно определять и отвечать на потребности покупателей. Также активно развиваются технологии VR, например, в области образования, особенно в охране труда и промышленной безопасности. В управлении фокус делается на прозрачности и подотчетности. Здесь стоит отметить такие ключевые направления использования цифровых технологий, как устойчивый цепочек поставок, где на каждом этапе, например, с помощью технологии блокчейн можно отслеживать товар. Наиболее востребованные истории также связаны со сбором и анализом данных для принятия решений, отслеживания прогресса, составления отчетности. В особенности на недавнем Всемирном экономическом форуме эта тема тоже поднималась. Ниже я привела более подробные данные и запросов тоже глобальной компании Ernst & Young о том, как интеграция цифровых технологий в компании может повлиять на стратегию устойчивого развития. И для удобства обозначила буквами ответы, чтобы мы с вами понимали, по каким аспектам бизнес в наибольшей степени видит перспективу цифровых технологий. И как раз таки мы видим, что в 7 из 11 инициатив это у нас экологический аспект, и в 3 из 11 это социальная повестка. При этом лидером у нас является сокращение потребления энергии, и на втором месте то, о чем я уже говорила, это планирование и прогнозирование. Собственно, здесь у нас уже, сейчас я посмотрю, сколько человек, ой, не могу посмотреть, но я думаю, что достаточно набралось аудитории. Я бы хотела вас попросить, может быть, в комментариях ответить на вопрос, а какие преимущества вы видите в своей компании в области интеграции цифровых технологий для ESG, ну, либо не в своей компании, а в целом в бизнесе. Не обязательно так подробно, как, например, на графике, но это я делаю для того, чтобы в дальнейшем сравнить, например, результаты с нашим исследованием, которое мы проводили в 2022 году. Пока вы отвечаете или думаете, пойдем тогда дальше, перейдем уже к ситуации в России. На слайде мы видим, что уровень цифровой трансформации у большинства компаний в России продвинутый, в то время как у точки зрения ESG-трансформации все не так позитивно. То есть 43% респондентов, которые мы опрашивали среди крупных компаний, отметили, что их уровень недостаточный. Это данные нашего исследования, вот о котором я недавно упомянула. Называется оно ESG в цифровом мире вызовы и возможности. Его как раз-таки можно найти на наших ресурсах и более подробно с ним ознакомиться. Но основные как раз-таки данные по России я сегодня буду брать оттуда. Та разница, которую мы сейчас видим на экране, во многом связана с тем, что в российских компаниях цифровая трансформация началась раньше, чем ESG-трансформация. Цифровым решением статицизма в разы меньше. И компании уже научились встраивать их в ключевые бизнес-процессы, чего не скажешь о повестке собственно устойчивого развития. Тем не менее, очень важно отметить, что 65% опрошенных компаний, а я напомню, что мы опрашивали крупные российские компании по всем практическим отраслям, убеждены, что осуществить и ESG-трансформацию без применения цифровых решений невозможно. А значит, можно в дальнейшем ожидать все большего взаимодействия двух направлений. Ну, собственно, преимущества, которые я обещала тоже показать, которые выделяют для себя российские компании. Первое – это эффективность бизнес-процессов. 80% корреспондентов ответили и выбрали данный вариант. Репутация и повышение инвестиционной привлекательности – 62% и скорость в достижении показателей – 56%. Как раз-таки можете сравнить и отписаться, насколько совпали ваши мысли и доводы по этому поводу. Ключевые направления в глобальной повестке мы также с вами уже рассмотрели, и поэтому давайте посмотрим, что происходит в России. В целом мы видим, что 50% компаний используют цифровые решения для некоторых ESG-задач, и еще 35% почти не используют. Во многом проблема такого недостаточного использования цифровых технологий для ESG связана с недостатком необходимых компетенций. Это 45% респондентов так считают. И здесь я также не указала, но вторая причина – это недостаточная развитость практики, собственно, ESG. Около 44% компаний выбрали данный вариант ответа. Тем не менее, мы уже можем выделить топ ключевых направлений, где компания видит эффект от внедрения цифровых технологий. Это подготовка отчетности, защита данных и управление персоналом HR. Тем не менее, также присутствуют и направления, где у компании есть спрос, но не хватает цифровых решений на рынке. Тоже три направления – это все, что касается климатической повестки, управления и обращения с отходами и биоразнообразия. Ну и, собственно, мы уже практически подходим к концу, и я бы хотела под конец моего выступления рассказать о том, какие все-таки технологии являются тоже ключевыми, как в России, так и в мире. В России наибольший потенциал для достижения максимальной эффективности в ESG-трансформации наблюдается в таких технологиях, как искусственный интеллект, интернет-вещей и блокчейн. Понятно, есть еще целый список, которые слева на графике представлен, но они оказались не настолько популярными среди российских компаний. По миру есть два наблюдения. С точки зрения учета ESG в инвестициях в цифровые технологии, это то, что мы с вами ранее уже обсуждали. Здесь также мы видим, что искусственный интеллект занимает ведущие позиции, а также с точки зрения текущих инвестиций в целом компании в цифровые решения. Здесь мы тоже наблюдаем, что искусственный интеллект выделяется. Так или иначе, с какой стороны, собственно, не посмотри, кажется, что особое внимание уделяется искусственному интеллекту, поэтому я бы тоже не хотела обходить его стороной и скажу еще пару слов о нем. У искусственного интеллекта, как в целом и у цифровых других технологий, понятно, может быть ряд плюсов и ряд минусов. Например, это и этические вопросы, вопросы дискриминации, потери рабочих мест и так далее. Но это довольно большая и, как мне кажется, отдельная тема для обсуждения, поэтому поднимать мы ее сегодня не будем, а сконцентрируемся на чем-то позитивном. Если же как раз-таки говорить о положительных направлениях в искусственный интеллект, то он в основном популярен, потому что позволяет быстро и точно выполнять задачи и повышать эффективность бизнес-процессов в одиночку и в короткие сроки, делать то, на что у команды людей уходит больше времени и сил. Если же говорить в национальном или даже в таком глобальном масштабе, то у искусственного интеллекта тоже очень амбициозная цель. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, искусственный интеллект может помочь в достижении около 79% целей устойчивого развития ООН. Эта технология может стать ключевым инструментом также для развития экономики замкнутого цикла, в области энергетики, создания умных городов и так далее. Здесь мы пройдемся по всем задачам, да, целей устойчивого развития ООН, но так или иначе увидим, что для искусственного интеллекта там достаточно много возможностей. Если уж мы заговорили про цели устойчивого развития ООН, безусловно, одна из ключевых – это 13-я климатическая цель. И искусственный интеллект также позволяет минимизировать и сократить выбросы парниковых газов. Я представила здесь цифру из исследования EWC, которые считают, что как раз-таки EWC может сократить выбросы к 2030 году на 1,5-4%. Что еще? Безусловно, существует очень много примеров, как искусственный интеллект интегрируется в работу, в том числе в деятельность в области ESG. Я представила лишь несколько примеров для того, чтобы продемонстрировать, во-первых, что они есть, что они могут быть максимально разнообразными и могут быть не только в области экологии. Например, пункт 2 у нас показывает, как использовать искусственный интеллект в социальном аспекте. Давайте, наверное, расскажу про первые два чуть поподробнее. Как раз-таки с точки зрения оптимизации использования энергии, как мы помним, это одно из таких самых ключевых, важных направлений. Компания Google разработала эффективные серверы для охлаждения центров обработки данных вместе с ведущим бизнесом по искусственному интеллекту DeepMind. И благодаря этой разработке Google более эффективно охлаждает свои центры обработки данных. им уже удалось сократить энергопотребление на 40% за счет создания более эффективной инфраструктуры и в целом понимания динамики деятельности центра обработки данных. Второй пример как раз-таки социальной такой сферы. Мы с вами говорили, что есть технологии, которые могут использоваться в образовании. Здесь вот у нас пример использования в здравоохранении. И компания Huawei активно развивает решения с использованием искусственного интеллекта в рамках проекта Track.ai, который позволяет выявить нарушение зрения у детей с раннего возраста для преждевременного лечения и профилактики. Здесь ниже также представлены примеры, но они по разным направлениям экологического аспекта, это и мониторинг состояния экосистемы, в особенности лесов и предотвращение рисков возникновения пожаров. Это также мониторинг выбросов. И пятый пример, как раз-таки он интересен тем, что используется в сельском хозяйстве. Я здесь, наверное, хотела бы закончить. Безусловно, есть еще и другие цифровые технологии, о них мы в том числе много писали в наших материалах, поэтому если будет интересно, можете пройти по ссылке в наш телеграм-канал, где мы публикуем информацию, или можете написать мне на почту, мы отдельно при желании обсудим более детальные вопросы. А сейчас я бы, наверное, хотела закончить, поблагодарить всех за... Анна, Надежда, большое спасибо. Было, мне кажется, невероятно интересно. И тогда передаем слово Ольге, которая подхватит тему. Давайте, коллеги, я постараюсь сейчас запустить экран. Пока я запускаю экран, я тоже хочу поприветствовать всех слушателей. Спасибо, что нашли время подключиться к вебинару и послушать про цифровые решения для ESG-трансформации. Еще раз представлюсь. Меня зовут Ольга Никитина, я являюсь начальником отдела управления производственной безопасностью и устойчивого развития в компании IBS. Соответственно, Надежда, спасибо большое за то, что вселили в нас оптимизм. И, собственно говоря, коллегам показали исследования, которые говорят о том, что и в России, и в мире как раз пересечение цифровых решений ESG достаточно высокое. Я в своем докладе постараюсь сделать акцент короткий на актуальность именно цифровых решений для ESG. И затем обсудим два типа разных решений, которые направлены на ESG-трансформацию. Вот этого надежды не было, у нас есть. На слайде мы видим с вами ключевые показатели, связанные с распространением информационных технологий. Смотрим мы на них в трех разрезах, что у нас с технологиями в мире, в России и в российском корпоративном секторе, то есть во всех наших российских компаниях. Все ключевые показатели, которые здесь выведены, я на них останавливаться не буду, просто скажу, что по ним, по всем наблюдается ежегодный прирост стабильно в последние три года. Ну и, соответственно, в дальнейшем по ним, скорее всего, тоже будет положительная динамика. Конечно, это говорит о том, что возможности цифровых технологий, они очень большие, и нужно их использовать во всех направлениях, в том числе в ESG. Если говорить о том, зачем нам делать и использовать цифровые решения для направления устойчивого развития. Здесь отмечу три ключевых тенденции. У нас, конечно, растет количество компаний, которые реализуют ESG-практики, у нас увеличивается, как и любые другие данные, объем ESG-данок, потому что увеличивается в том числе их детализация, и большой объем данных требует обработку и анализ. И, конечно, мы можем не отметить ограниченную доступность персонала, квалифицированного в области ESG. Три этих вызова нам диктуют ключевые требования к IT-решениям, которые мы ждем на рынке в этом направлении. Мы хотим, чтобы IT-решения по ESG, безусловно, учитывали отраслевую специфику и использовали все возможные инновации, которые есть. Мы хотим, чтобы эти решения позволяли нам ускорять процессы сбора и обработки данных. И, конечно, мы очень ждем от цифровых решений ESG-контента, который позволит сократить работу для наших специалистов в области устойчивого развития. На сегодняшний день мы свои решения в области ESG коллеги позиционируем следующим образом. Мы выделяем комплексные продукты в области устойчивого развития и продукты и услуги по конкретным направлениям ESG. Соответственно, если говорить о комплексных продуктах, то сейчас к ним мы относим два ключевых продукта, о которых я, конечно, сейчас обязательно расскажу. Первый продукт – это продукт, связанный с внедрением системы, позволяющей нам осуществить цифровизацию ESG-результативности. И второй набор продуктов – это специализированные цифровые ESG-продукты и услуги. Те же продукты и услуги, которые относятся к направлениям, мы с вами их видим в нижней части экрана. Это цифровые решения, которые связаны с экологией, с энергоэффективностью, с декарбонизацией, с охраной труда промышленной безопасностью и расширенным HR-ом и, соответственно, решения, которые связаны с цифровизацией практик управления и решения в области информационной безопасности. Сначала про комплексные цифровые решения, которые позволяют нам повысить эффективность деятельности в области устойчивого развития. На текущий момент мы все-таки трактуем единым комплексным таким решением. Это продукт, состоящий из двух модулей. Это единая система цифровизации ESG-результативности, которая должна позволить нам собрать, обработать ESG-показатели, ну и также позволить оценить свою ESG-зрелость. Два модуля. Первый модуль как раз посвящен сбору и обработке ESG-показателей. Что мы понимаем, должен уметь делать этот модуль, соответственно, с точки зрения цифры. Конечно, он должен нам позволить с вами собирать, агрегировать информацию и представлять ее в тех разрезах, которые нам диктуются той или иной теми или иными нормативными отчетными требованиями. Например, GRI. Нам должен этот модуль позволить отследить результативность деятельности в области устойчивого развития и позволять проводить мониторинги достижения установленных целей. Сбор и мониторинг самих показателей, которые нужны нам с вами для получения рейтинга. У нас компании ставят себе задачу понимать, к какому агентству обратиться для того, чтобы получить ESG-рейтинг. И, конечно, в идеале, коллеги, мы понимаем, что данный модуль нам позволяет прогнозировать отдельные ESG-показатели. По крайней мере, те, по которым уже у нас имеются исторические данные и наблюдаются тенденции, которые можно заложить в алгоритмы прогнозирования. Второй модуль – это модуль оценки ESG-эффективности нашей деятельности. Данный модуль, все-таки его ключевая задача – это определить те показатели и критерии, которые мы хотим для себя определять, как компания, и оценивать свою ESG-зрелость. Здесь, помимо того, что мы используем цифровое решение, мы понимаем, что у нас должна быть сначала методика, которая алгоритмизируется в системе, соответственно, функционал, который нам нужен в этом модуле, мы хотим суметь оценить, собственно, ESG-зрелость и выявить ключевые зоны для развития. Мы хотим понять, что с ESG-зрелостью наших контрагентов, и, соответственно, хотим оценивать и проводить мониторинг постоянных ESG-эффектов наших мероприятий в области устойчивого развития. Соответственно, если говорить об архитектуре, сегодня ее на слайды не выносили, сразу же отмечу, что технически модули сбора и обработки ESG-показателей, они мало чем отличаются именно по сбору, именно по консолидации от классических BI-систем, которые у многих наших компаний в нашей стране уже имеются и используются. То есть, по сути дела, можно использовать ваши текущие BI-решения и дорабатывать его. Что требуется делать дополнительной настройкой? Настройкой нужно делать, естественно, консолидацию данных именно в тех разрезах, которые нам диктуются, например, GRI. Если говорить о втором модуле, то это, по сути дела, отдельный модуль, который, конечно, можно делать с использованием BI-систем, но большей частью это выглядит в настоящий момент, как заказная разработка готовых решений на рынке для данного модуля в настоящий момент в России нет. Для такой комплексную систему, как ее можно использовать? Я остановлюсь на трех кейсах. Наверное, самый понятный и понятный кейс нам всем это, конечно же, отчетность, над которой наши ESG-подразделения работают постоянно в течение всего года, а не только в то время, когда нужно этот отчет собирать. Соответственно, настоящий момент на слайде мы с вами видим, соответственно, то, какое сейчас есть состояние, если у вас нет системы, как вы собираете отчет, далее то целевое состояние, которое мы будем иметь при использовании системы, ну и, соответственно, основный результат от применения. В настоящий момент, естественно, мы собираем данные с наших подразделений. Подразделения собирают эти данные, как правило, в Excel-файлах. Соответственно, далее человек, который консолидирует всю эту информацию, собирает в файле данные показатели и агрегирует их уже в тех разрезах, которые требуются, например, по GERI. И, соответственно, на основании этих данных, вручную, скорее всего, опять же, средствами Excel, мы с вами формируем графики, которые потом включаем в наши отчеты, в нашу отчетность в область устойчивого развития. Если говорить о целевом состоянии, то, конечно же, у нас с вами есть ролевая модель в системе, есть непосредственно рабочая зона для наших подразделений, которые заносят информацию о своих показателях. При этом надо не забывать, что система нам, по сути дела, и напоминает о том, что мы должны занести показатели, и, соответственно, контролирует полноту внесенных данных. Ну и, соответственно, у нас консолидация автоматически осуществляется в информационной системе и уже доступна тем ответственным, которые видят всю информацию по компании. Далее, соответственно, в системе у нас формируются отчетные материалы, в соответствии, если у нас с вами заложена логика по сбору отчетов в нужных разрезах. Для примера вы видите, например, информацию о характеристиках персонала, которую мы должны видеть как по численности, так и по полу, по региональной преднадлежности, по возрасту, да, по требованиям отчетности. И, соответственно, конечно же, в этой системе на основании тех данных, которые в ней есть, сформируются графики, так называемые дашборды, которые мы можем использовать в наших отчетах области устойчивого развития. Ну, на выходе какой у нас с вами ключевой результат? Конечно, мы упрощаем сбор тем, что у нас есть ролевая модель и есть разграничение полномочий. Мы, конечно же, увеличиваем точность собираемых данных, потому что можем предоставить доступ уже конечным пользователям, пользователям, да, а не людям, которые занимаются уже промежуточной агрегацией, консолидацией. Соответственно, в такой системе при реализованном алгоритме по отчетности автоматически сформируются все таблицы для отчетности, ну, и сформируются графики. Второй кейс, который тоже очень интересен, это кейс, связанный с рейтинговой оценкой ESG, в настоящий момент, как в компании, у нас осуществляется при отсутствии системы, по сути дела, принятие решения о том, куда идти рейтинговаться и вообще в целом, что дальше с этим ESG рейтингом делать. Соответственно, ну, также на первой части даже не буду останавливаться, все как в отчетности, тоже происходит сбор информации. Дальше, естественно, у нас есть с вами ответственный, кто занимается анализом методик рейтинговых агентств, выбирает, соответственно, проводит гэп-анализ и понимает в соответствии некий предполагаемый уровень соответствия нашего состояния о методике агентства. После этого проводится анализ компании, ну и, соответственно, все это у нас проводится в формате Excel. Если мы говорим о системе, то, безусловно, опять же, мы собираем информацию из подразделений, у нас есть доступ у всех ответственных лиц. Далее мы понимаем, что в систему мы можем занести и настроить алгоритмы по критериям оценки ESG-показателей. Что мы для этого заносим? Сами показатели, референтные значения и некую разболожку. То есть, что, если у нас, какое значение, в каких пределах, какой уровень оценки у нас будет. Ну и, соответственно, в системе при наличии алгоритма мы можем получить, по сути дела, автоматизированную оценку ESG-результативности своей предполагаемую и, естественно, для себя сразу же выделить зону для развития. То есть, да, те показатели, по которым мы явно в настоящий момент, например, не достигли того уровня значений, который сами перед собой ставили. Обращаю внимание, что в данном кейсе у нас есть с вами последний шаг, когда мы должны сделать некие выводы, да, о соответствии ESG-деятельности, определить наиболее подходящее агентство для получения рейтинга, доработать отчетные материалы с учетом оценки соответствия, сделать некое предположение о диапазоне. И это, коллеги, здесь в настоящий момент, по крайней мере, в нашем понимании, в любом случае остается шаг вне системы, да, то есть это работа эксперта. Информационная система, она предоставит всю необходимую информацию, и выводы нужно делать специалистам. Результаты, помимо того, что у нас упрощен процесс сбора и увеличена точность, в данном случае мы с вами имеем как результат систематизированный процесс анализа критериев рейтинговых агентств. Мы можем автоматизировать и упростить оценку соответствия своей деятельности, выявить, соответственно, наше достижение и зону для развития. Третий кейс, для чего нам нужна такая система и может нам помочь, это устойчивость цепочки поставок, да, когда мы с вами анализируем настоящий момент, восстановлюсь на наших контрагентах. Соответственно, я думаю, многие с этим сталкиваются, или как владельцы закупок, или как участники в закупках, что нам приходят с вами анкеты, которые мы заполняем, и в том числе мы сейчас видим, что у нас появляются у многих компаний анкеты, связанные с ESG-показателем. Соответственно, проверка нас как ответственных поставщиков с точки зрения устойчивого развития. Соответственно, в следующий момент, если у нас нет с вами информационной системы, где собираются показатели и оценивается ESG-эффективность нашей деятельности, то все это проводится в файле, обычно в формате Excel. Соответственно, контрагент получает файл, его заполняет, передает далее, соответственно, ответственному со стороны закупки, и, соответственно, на стороне компании проводится анализ анкеты от контрагента. При необходимости, если мы понимаем, что контрагенту это требуется, мы можем ему вручную собрать план повышения результативности, соответственно, и в дальнейшем мониторить исполнение данного плана. На этом не заканчивается наше с вами общение с контрагентом. Мы с контрагентом продолжаем сотрудничать и, соответственно, проводим постоянный, по сути дела, мониторинг текущего состояния наших контрагентов по тем показателям, соответственно, которые в наших анкетах имеются. При наличии системы в идеале, если это нам позволяет информационная безопасность компании, у нас есть отдельная форма в системе, в которой изначально можно предоставить доступ к контрагентам. Если такое невозможно, тогда это некий формуляр, который изначально после заполнения контрагентом в нашу систему прогружается, уже ответственным со стороны компании, которой эта система принадлежит. Дальше, соответственно, в системе настраиваются критерии оценки, автоматически присваиваются оценки полученным от контрагента данным. Сам план мероприятий по ежерезультативности, он в любом случае разрабатывается вне системы, но в системе зарегистрируется. Дальше система напоминает о мониторинге данного плана. Ну и, конечно же, система нам будет постоянно напоминать в целом о текущем состоянии по всем контрагентам, которые прошли у нас оценку по данной анкете. И, соответственно, напоминать нам о том, что необходимо актуализировать данные. Мы контрагентам напоминать, если у них есть доступ к нашей системе. Соответственно, что мы здесь будем иметь? Мы, конечно же, имеем с вами данные для оценки и же результативности контрагентов. И, конечно, у нас с вами собирается за счет того, что все ведется в системе, у нас собираются исторические данные, которые нам могут с вами позволить выявить какие-то новые тенденции, связанные с управлением контрагентами с точки зрения устойчивого развития. Это первый блок, да, то есть комплексная система, двухмодульная, напоминаю. И, соответственно, оба модуля, они могут быть отдельными. Это может быть два разных решения, но желательно интегрированными между собой, потому что ESG-показатели, как правило, являются теми данными, которые используются в нашей с вами, об оценке нашей с вами ESG-эффективности. Второе направление именно комплексных продуктов – это специализированные цифровые ESG-продукты и услуги. На слайд мы вынесли три таких группы ключевых. Соответственно, что мы видим, в чем есть запрос, да, соответственно, сейчас? Мы видим, что есть потребность в цифровых решениях, связанных с платформами для работы заинтересованными странами, местными сообществами, это могут быть разные платформы, да, соответственно, где есть формуляры, куда заносится информация, например, онлайн-платформа для грантовых конкурсов, платформа для сбора обратной связи, для того, чтобы, соответственно, по нашим с вами территориям присутствия понимать, где, какое влияние мы оказываем как компании. Особенно это касается тех компаний, у которых очень много регионов присутствует. Далее информационные системы, связанные с управлением ESG-рисками. Здесь мы понимаем, что на рынке на самом деле решения, связанные с рисками, есть информационные, есть и российское ПО, да, и на российских платформах есть аналоги. Надо только понимать, что в основном все-таки у нас сейчас нет как такового комплексного управления ESG-рисками, есть управление рисками по направлению, да, то есть у нас у многих компаний в России сейчас разработаны методологии и по экологическим рискам, и по рискам в области безопасности. И, соответственно, здесь все-таки мы говорим о том, что цифровое решение, оно позволит автоматизировать некую такую сводную методологию, где можно будет комплексно смотреть на наши ESG-риски. И, коллеги, мы добавили обучающие материалы, потому что все-таки в настоящий момент очень многие переходят на обучение в онлайне, да, когда у нас делают именно цифровые курсы, и здесь без цифровых технологий тоже мы не можем остаться. Теперь я постараюсь рассказать о цифровых решениях, направленных на совершенствование отдельных элементов ESG. Коллеги, здесь я точно не хотела бы повторять ту информацию, которую я рассказывала ранее. Напомню, что с вами мы на данной площадке встречались в декабре 2022 года, и, соответственно, рассказывала я именно о решениях по направлениям ESG. 107-й вебинар, коллеги, если вам будет интересно, то я думаю, что можно будет его посмотреть. Там как раз мы рассматривали все возможные решения сейчас по тем направлениям, которые вы видите в левой части слайда. Сейчас я коротко напомню о том, да, какими подходами мы рекомендуем пользоваться, и после этого я отмечу те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас, которые не озвучивала еще в декабре. Время бежит, соответственно, у нас в цифровизации все достаточно оперативно меняется. Соответственно, что по направлениям? Три ключевых направления хочется отметить. Я ничего не хочу говорить по поводу того, что нет направления, связанного с HR или с управленческими функциями. Оно, безусловно, есть. Буду говорить о том, все-таки, чем большей частью я занимаюсь. Это промышленная безопасность и охрана труда, это экология и энергоэффективность. Соответственно, ключевой подход при внедрении информационных систем по всем трем этим направлениям. Если вы уже что-то внедрили, или, например, думаете о том, чтобы внедрять, посмотрите на классический достаточно подход, начните с разработки методологии алгоритмов, посмотрите на то, как ваши сейчас методики, как ваши внутренние стандарты на самом деле выглядят, готовы ли вы к автоматизации функции управления. Соответственно, определите, какие процессы у вас сейчас уже автоматизированы, из этих процессов какие, недостаточно автоматизированы. Если будете принимать решение об автоматизации, обязательно учтите все необходимые интеграционные потоки между процессами. Если мы, например, говорим о том, что управление средствами индивидуальной защиты уже автоматизировано, то нужно обязательно синтегрировать данную систему с системой, которой вы будете автоматизировать процессы, связанные с нарядно-допускной системой. Соответственно, далее мы переходим к шагу автоматизации функций управления. Там, соответственно, мы делаем ключевые рабочие места для наших специалистов с вами по направлениям, для экологов, для специалистов по охране труда, промышленной безопасности, для специалистов в области энергоэффективности. И на следующем шаге мы уже добавляем цифровизацию. Цифровизация – это когда мы с вами, помимо того, что имеем единую систему, в которую заносим информацию, которая позволяет нам с вами планировать и осуществлять фактический учет результатов, это наши с вами цифровые кейсы, связанные в том числе с промышленным интернетом вещей, которые, соответственно, поставляют нам более частую информацию, требуют дополнительного оборудования и, соответственно, своих информационных систем. Вот те информационные системы, которые внедряются вместе с промышленным интернетом вещей, Мы обязательно интегрируем с единой системой, где у нас с вами на втором шаге были автоматизированы функции управления. Коллеги, в нижней части слайда отмечены примеры бизнес-решений, которые есть сейчас на рынке по данным направлению. Начинали мы большей частью с продуктов на платформе S&P. В настоящий момент у нас есть продукты на российских платформах. Это серия продуктов на платформе 1С. Это серия продуктов, даже, наверное, не серия, а несколько продуктов на платформе от компании Цифра, где уже, например, есть решение, связанное с системой дистанционного контроля промышленной безопасности. Это в том числе в левой части слайда мы отметили и свою платформу Планета, которой занимается компания EBS, где в настоящий момент у нас есть решение, связанное с энергоэффективностью. Что у нас с тенденциями, которые мы сейчас видим именно по направлениям? Конечно, у нас повышается уровень автоматизации во всех направлениях. Они не обходят и наше направление. И, соответственно, достижение целей, связанных с цифровой трансформацией, оно пришло и в безопасность, и в экологию, и в энергоэффективность. Безусловно, то, что уже Надежда отметила, да, это появился запрос по интеграции искусственного интеллекта в эти процессы. У нас сейчас есть и действующие комиссии, где, соответственно, на уровне государства проводится обзор разных практик по искусственному интеллекту и в экологии, и в охране труда. Так, это еще важная тенденция о переходе от фактического учета к прогнозным моделям, не к оценке рисков уже, да, а именно к прогнозированию, к желанию выявлять те тенденции, которые мы сами, соответственно, найти не можем. Дальше по направлению. По промышленной безопасности. Здесь хочу отметить важную тенденцию, что у нас сейчас запросы от рынка меняют фокус. Ранее, соответственно, мы, как правило, видели запросы по промышленной безопасности и охране труда в рамках ERP-систем, да, то есть те системы, которые у нас с вами автоматизируют уровень предприятия. В настоящий момент фокус смещается на уровень производственной площадки, потому что есть запрос от бизнеса оперативно мониторить состояние безопасности, соответственно, выявлять те или иные показатели, по которым уже в оперативном режиме имеется отклонение, оперативно на них реагировать для того, чтобы не допустить никаких инцидентов, ну, конечно, уже аварии и несчастных случаев. И то, что говорила я ранее, когда мы сначала с вами автоматизируем функцию управления, а затем переходим к интеграции цифровых кейсов, у нас, наверное, вот до прошлого года очень многие на рынке делали отдельно цифровые кейсы без интеграции их в комплексное решение. Вот сейчас все-таки мы видим, что многие компании начинают делать вот такую единую систему, да, и, соответственно, собирать в нее всю информацию, которая позволит оперативнее работать специалистам по охране труда и промышленной безопасности. По экологии. По экологии, конечно, прогнозы, прогнозы, связанные с уровнем воздействия, да, и выявление тех тенденций, которые мы не можем найти, да, сами, и для них хотим использовать искусственный интеллект активно в системах. И еще важная тоже тенденция, связанная с зелеными цифровыми двойниками. Так мы называем класс систем, когда мы внедряем с вами некую цифровую модель площадки, цеха, кустовой, скважины, которая нам позволяет оптимизировать производственные показатели. Это, собственно говоря, цифровые двойники классические. Слово «зеленые» в этой комбинации, оно говорит о том, что мы оптимизируем не только производственные показатели, но и, соответственно, экологические показатели. Это связано, конечно, прежде всего с выбросами загрязняющих веществ и с выбросами парникового газа. Коллеги, ну и отдельную тенденцию хотелось бы отметить по энергоэффективности. Наверное, ввиду того, что у нас актуальность повестки декарбонизации выросла, у нас в целом появился запрос на автоматизацию процессов по энергоэффективности в соответствии со стандартом ИСО 500001, когда у нас имеется единая система, которая позволяет нам ввести наши показатели по топливно-энергетическим ресурсам и, конечно, мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, которые нам позволят не только сэкономить деньги, но и, соответственно, сократить выбросы парникового газа. Так, наверное, это ключевые тенденции, о которых я хотела рассказать сегодня. Ну и, конечно, коллеги, я, наверное, закончу тем, что завтра у нас будет вебинар по цифровой экологии именно на нашей площадке. Коллеги из Райкса, когда делали рассылку, тоже добавили ссылку на наш вебинар. Просто вот о каждом направлении ИСЖ можно говорить очень много. Завтра вот мои коллеги за полтора часа постараются рассказать все, что есть про цифровую экологию сейчас, в 2023 году. Поэтому приходите и, соответственно, я думаю, что какую-то полезную информацию для себя новую тоже узнаете. Да, у нас получается целая серия автоматизации и процессов всех. Да. Коллеги, наверное, все, да, со своей стороны, все, что я хотела рассказать, сегодня рассказала. Готова, наверное, переходить к серии вопросов, ответов. Да, мне кажется, еще раз хотела бы благодарить ей Ольгу и Надежду. Мне кажется, это было невероятно и безумно интересно всем, для всех. И я уверена, очень многие для себя очень многое записали, подчеркнули. Да, у нас тут появилось очень много вопросов. Первое, наверное, это было к выступлению Надежды. Я сейчас озвучу. Это было про вопрос Надежды, какие цифровые цифровизации вы спрашивали. То есть нам Ильяс сказал, что это сбор и анализ данных, о чем говорили как раз-таки наши спикеры. И самая большая проблема как раз со сбором данных. Уровень цифровизации может быть высоким, но данные по устойчивому развитию не собираются. Да, мне кажется, я тут даже добавить нечего. Мне кажется, это абсолютная проблема у всех. Надеемся, что будет это исправляться нашими усилиями. Мы будем стараться для всех. Так, и я думаю, еще у нас есть вопрос к Ольге. Да. А, к Ольге мы уже прислали даже вебинар, о котором говорила 107-й. Так что я думаю, коллеги обратятся к нему и сравнят, о чем говорилось, и что уже произошло, и что уже реализовано. Мне кажется, это самая лучшая практика, что мы подводим итоги, так сказать. Вот. Возможно, можем подождать немножко вопросов. Возможно, вопросы просто трудоемкие, очень большие, и не все сразу могут сообразить. Елизавета, я вот вижу еще вопрос от Варвары. Да. По поводу архитектуры решений. Точно, точно. Да, да. Хотят посмотреть архитектуру решений. Это что-то коробочное или про клиента нужно представить различные параметры. У вас есть какое-то решение к этому? Да, я обязательно отвечу, коллеги. Как раз вот в декабре я тоже это показывала. Смотрите, в настоящий момент дела у нас обстоят так. У нас у каждого клиента уже сейчас есть некие свои системы, где собираются показатели финансовые. То есть агрегируются, консолидируются, и в нужных разрезах, соответственно, представляются ключевую финансовую отчетность. Мы понимаем, что часть показателей, которые мы используем с вами по ESG направлению, они тоже пересекаются. Например, там показатели по персоналу, которые мы показываем в отдельных отчетах. Соответственно, многие клиенты сейчас, на многие компании у нас, они понимают, что делать какую-то отдельную систему под сбор и агрегацию, непосредственно инсталлировать отдельный продукт или писать его под себя, может быть не всегда корректно, а есть смысл использовать свое текущее решение и донастраивать его уже под ESG-показатели. Это важный момент. После того, как будет произведена вот эта донастройка, наклассить на вашем решении, это может быть все что угодно. У вас может состоять решение SAP BI, у вас может быть решение Oracle, у вас может быть решение Foresight, то есть от наших текущих российских компаний, которые делают BI-системы. Соответственно, нужно понимать, что в этих решениях, какие бы они ни были, не будет вот той донастройки, которая будет связана с агрегацией, например, под GRI, которая нужна вам. И не будет точно настройки, связанной с оценкой ESG-эффективности. В настоящий момент готового продукта, который, например, мы можем внедрять как интегратор на рынке, нет. Либо какая-то другая компания, по крайней мере, мы про это пока еще не знаем. Поэтому мы все-таки сейчас с нашими клиентами обсуждаем заказную разработку. То есть мы используем их BI-систему, плюс заказная разработка, связанная с формированием отчетности и, соответственно, с реализацией, вот введения критериев, например, для того, чтобы понимать, а что у нас будет, если мы пойдем к какому-то рейтинговому агентству получать рейтинг. Вот это все, соответственно, пока что вот так. Мне кажется, это очень исчерпывающий, да, ответ, потому что если только надежда хочет что-то добавить... В целом, наверное, нет. Мне кажется, что Ольга прекрасно емко ответила. Да, мне кажется, все будут только замиранием смотреть на данную разработку и будут ждать, когда же это будет внедрено. Так что, мне кажется, Ольга, все взгляды на вас. Вот. Я думаю, мы можем завершать нашу конференцию, потому что, мне кажется, все вопросы... А, нет, смотрите, к нам пришел вопрос новый. Да, смотрите, нам Александр задает, соответствие GRI вы обеспечиваете своими силами или в партнерстве? Смотрите, здесь, возможно, два варианта. Значит, если мы делаем разработку под клиента и передаем ее вам, да, не оставляем за собой вендорских прав, тогда, соответственно, на ваше внутреннее IT-подразделение ложится работа по обновлению, да. Соответственно, второй вариант, когда мы делаем заказную разработку под вас и остаемся вендором этого решения, и как классический вендор, конечно же, порядочный, занимаемся постоянной поддержкой, да, то есть в соответствии с изменением всех норм международных или российских постоянно обновляем это решение. То есть это все обсуждается на первых встречах, да, когда мы, соответственно, принимаем решение, что мы хотим такое цифровое решение реализовать под вас. Я думаю, тоже достаточно подробный ответ. Я думаю, мы ответили на все вопросы, которые у нас есть к данному моменту. Если у наших слушателей появятся, мы обязательно постараемся направить Надежде или Ольге и будем ждать от них ответы и направим также. Все, коллеги, я думаю, мы завершаем нашу конференцию. Спасибо еще раз. Нам слушатели также пишут большое спасибо за интересные и отличные доклады. Вот, так что, коллеги, только могу выразить вам благодарность за то, что посетили наш вебинар. Спасибо. Елизавета, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.